что ребят поехали поесть вот-вот-вот дождался его это что-то чем-то поклевки есть вот так вот вот так маленькая глубина поэтому вытаскиваю так потихоньку надо еще чтобы он в лунку вошел их и борьба уж хорошо классно нам не мешает никак не может погуще юмаш травлю леску это класс пара и перекусить друзья это завершающее видео зимнего рыболовного сезона я решил отправиться в уникальное путешествие из слякости грязи городской суеты в зимнюю тайгу в сибирскую сейчас собираюсь это очень важная процедура чтобы ничего не забыть а как только соберусь посмотрю что-нибудь на смарт-тв сейчас с онлайн кинотеатрами это все удобно и проще я использую кинопоиск ведь это не только фильмы и сериалы но и тв-каналы музыка бесплатный детский режим спорт например дети часто смотрят у меня мультфильмы через кинопоиск я завел для них отдельный аккаунт для безопасного использования детьми ну а я смотрю каналы про рыбалку и охоту иногда слушаю музыку без кинопоиска ваш девайс работает на половину функционала поэтому остановите свой выбор на кинопоиске который считается номер один среди домашних кинотеатров друзья всем привет мы с петровичем решили выбраться самые дичайшие дебри подо мной следы немножко потаившие медведя будет очень крутое путешествие с ночевкой ночевать будем либо в избушке либо в аэролодке есть избы в общем посмотрим солнце слепит в городе грязище мы решили вот насладиться вот такой вот природой река потихоньку тает должно клевать погнали так и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Речка журчит, тишина, птички поют, косули прыгают, ну вообще... Петрович пошел уже умыться, задобрить реку. Так, ну аэролодка вообще довезла, хотя условия вообще... Самый некомфортный снег, это вот такой вот, вот видите, вот такой снег. Просто как шкурка. Ну ничего, 40-45 мы где-то держали, все нормально. Плюсовая температура, даже не обмерзает ничего. Кстати, я решил обновить аэролодку, выставил ее на продажу, потому что... Сейчас аэролодки Аллигатор Шагдули далеко вперед. Там будут такие фишки, просто, я не знаю... В общем, все увидите. Вот, кому интересно, будет ссылка в описании на эту аэролодку. Ну, мало ли, кто-то не может позволить себе купить новую. Вот, пожалуйста, есть БУ. Петрович любуется, как будто Иисус по воде ходит. Вот такие тут горы. Ой, журчит, как река. Вот по этому виду аэролодки сразу понятно, какая грязь находится в городе. Вот, и мы вот выбрались вот такую вот чистоту. Никого, красота. Проведем здесь пару дней. Видишь, что? Да. Ой, вода. Это еще, значит, трек крепкий. Нет вот этих комоин. Ага. А когда вот вода уйдет, все, это значит... Все, да, да, да. Оттаю я камеру подводную. Здесь, надеюсь, вода даже прозрачная. Шуруповерт. Сейчас снаряжу все. Но Петрович правильно делает. Сначала нужно вот... Перекусить. Хороша весенняя рыбалка, но ветрено и даже жарко. В общем, вот я пришел на место. Здесь старые лунки есть и старые следы снегохода. Будем здесь бурить. Петрович там тоже собирается. Камеры посмотрю, что тут происходит. И будем рыбачить. Посмотрим. Погнали. Что-то село. Что-то село. Нифига себе. Нифига себе. Ребята, что-то есть. Что-то... Нифига. Не могу в лунку завести. Это что за... Ё-моё. Ё-моё. Стравлю леску. Так, так, так. Поднимается, 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 поднимается. Ё-моё. Вот это... Вот это... Ребята, это называется... Забрались в реальную дичь. Просто смотрите, какая рыба. Это что-то с чем-то вообще. Какая мощная. Как зацеп просто. Поклёвки-то не видел. Просто раз, что-то зацепилось. Хоп. Как давай ходить. Блин, тут грамм, наверное, 400. Ну, ладно, 400. Нет, 380. Ну, это супер вообще. Это классная рыба. Ах, вот они, заповедные, это места. Ребят, ну, красивейшая рыба. Жалко ветерок. Наверное, вам мешает. Но... Нам не мешает никак. Вообще супер. Просто супер. Ой, блин, вот это борьба. Вот это борьба была. Я даже не понял, как клюнул просто. Просто сел как зацеп и всё. Такая борьба эпичная. Жарёха. Вообще конкретный, конкретный. Красавчик, да? Да. Такой, блин, пержо. Чётко на Жарёху. Вообще красавчик молодец. Короче, попробовал бурить прямыми лезвиями. Конечно, сильно втыкается. Вот решил поставить лезвие полукруглое. Мне кажется, должно быть получше для сырого. Вообще сверхсырой лёд прям разваливается. Вода на поверхность выступила. Снег тает на льду. То есть мы приехали в крайний зимний день на реке. И всё, весь снег прям сходится. Вот. Рыба стоит штучно. Я решил поставить вот эти самопотекающие удочки. Вот. Тут ещё хорошо. И червячка можно посадить. И эту самую опарика. Здесь вот мормышечка такая. Здесь червяка. А здесь сверху висит опарыш. Ну, точнее, мушка. И я подвешиваю одного опарыша. Поставлю, пусть стоят. Груз на дне. Сверху лежат, висят мушки. На течении вихляются. Он даже видно, кивок чуть ходит. Как только замыкает кивок об железочку, происходит такая поклёвка. Рыба начинает сопротивляться. И я увижу, что произошла сработка. Вот. Ну, это по теории. А практика покажет. Вроде всё срабатывает. Всё, я проверил. Опа, есть. Есть, 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 есть. Вот. Небольшой. Это я, кстати, первого поймал. И только потом обратил внимание, чтобы у меня не было опарыша. Насадил опарыш. Но он вот слетел опять без опарыша ловлю. Подсадить может. Ну что, друзья, наше место превратилось в болото. Просто болото. Пошла вода поверху. Вообще ужас какой-то. Расставил я вот эти самопотекающие удочки. Вот она сработала. Но это то ли хоревские хватает, то ли вот ветер. Сегодня ветер порывистый. Не знаю. Сейчас мы вот это место добьём, проверим. Что я парочку поймал. И сместимся на вторую точку. Ну а потом муху наём приготовим. Что-то ветер. Надо переждать. Вот. У нас ещё завтрашний день есть. Вот. Сейчас вот здесь вот буримся. Петро ещё вошёл туда, в сторону. Я в эту сторону. В общем, должны рыбу найти. Поесть он сел. Опять на течение хрюёт. Смотри-ка, чё. По струе здесь бегает. Вот он сразу. Вот он где есть, он прям на опускании. Даже не сыграл. Он просто вот на лету схватил и всё. Что, такого отпустим? Да. Отпустим такого? Давай. Всё, на уху-то поймали. Он ещё есть, он здесь. Для штучек пройди. Вот где есть он вот, вот просто сразу. Само-подсекайки я оставил здесь. Сейчас на вторую точку. Там посмотрим, может, там будет в яме рыбу стоять. А это поехали. Блин, воды выступил. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Есть кто живой? Никого В общем, вот это основная изба А это, я так понял, баня Да, точно Банька Ну, для проживания Если что, пойдет И дров нарубить можно Сейчас Петрович подойдет И примем решение здесь оставаться Или в аэролодке ночевать Либо вообще Ехать дальше, смотреть другие избы Петрович сейчас встанет По-нормальному Ну и нормально Норм Она даже не пристынет здесь А? Даже не пристынет, наверное Петрович сейчас будет таскать вещи А вот Куху готовить Там печку затопит А мне поставлена задача поймать Свежую рыбу Вот Чем я сейчас, в принципе, и займусь А, Хариус Ну, то, Хариус Опа, я сел как обидно ребятка такие сходы как обидно хороших орёс не займешь ленок ты мешонок остается только догадываться но честно говоря если бы у меня первый хариус которого сегодня видели сошел я подумал что это был какой-то ленок либо ты мешонов борьба была очень эпичная поэтому хариус здесь на таких глубинах сопротивляется очень крепко очень хорошо поэтому не буду я говорить что это было ленок тайме не так далее есть вот-вот-вот дождался его вот так вот вот так маленькая глубина поэтому и вытаскиваю так потихоньку надо еще чтобы он в лунку вошел вот давай 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 вот такой черный класс все огонь ах ну и борьба ребята такой же сошел до этого камера была выключена ну вот они такие здесь лазит вот такой черный шкулянул красавчик мормышка моя чертик стандартный часто на него рыбачу вот такой же у меня сошел только что класс вообще но и сопротивление жизнь просто друзья ну наконец-то с ветер стих то было невозможно рыбачить вот такой вот черный шлюет здесь первый сошел блин тоже прям борьба такая короче лед сантиметров 60 и под ним где-то 40-30 сантиметров воды и вот в этой воде плавают вот такие вот красавцы черная или ночи ребята сказка если бы не ветер сегодня вообще было здорово ну и поплевала бы получше сейчас смена погоды видите тучи появились за моей спиной видите и будет похолодание вот завтра конечно встанем в избе позавтракаем и будем искать дальше вот таких хариусов чтобы насладиться закрытием сезона ребята это класс вообще ловлю как обычно вот на такой чертик с этой с блямбочкой бирюзовый и здесь диски на нем здесь диски есть почему-то харио суд любит такие чертики но сейчас еще пробегусь еще половлю ох огонь огненная рыбу просто просто огненная нравится как поклевки здесь происходит просто вниз и все никаких там тыканье что-то там просто вниз и все и борьба борьба на мелководье погода меняется вообще на глазах ветер друг стих похолодание будет какие-то облака пошли вот-вот снег как будто пойдет ты блин нажим хороший ё-моё чё не засекся стоит стоит здесь блин сейчас вот опять опарыш слетел я забыл сказать что подсаживаю опарыш без него вот есть из него он не хочет клевать есть здесь не как в луку не зайдет поменьше сейчас сейчас попадет никак 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 не заходил пошел да друзья вроде небольшой хариус но борьбу на 30 сантиметров глубины ну а то льда имеется да да просто классно даже его завести с трудом ну конечно же не зачетно здесь 22 сантиметра вот от 23 можно забирать поэтому отпускаю хорошо поборолоса молодец все равно красавчик сможет еще один а то точно еще один но вообще только хотел сказать что их сейчас вот может еще один быть и пожалуйста что ребята еще один представляете такие обычно ну парочками стоят либо не знает по несколько штук там обычно клюет сначала самый крупный если у них а потом вот уже вот такие нормально вообще здорово опарыша подсаживаю одну штучку обязательно вот без него прям сразу поклёвки прекращают посмотрим может еще в стайке еще остались ушла и у поесть вот это зачет уже под вечер вот ветер стих погода нормализовалась и вот результат здорово так но это зачет это мы уже пожарить возьмем класс ребята вообще просто огонь несмотря на то что рыба бастовала не хотела брать вообще удалось поймать на уху получить кайф от вываживание на маленькой глубине это прям вообще прикольно хариус хороший горный такой черный икряной сейчас все в лодке скидываю все вещи ненужные и в избу петрович чайник поставим здесь воду пить можно прям будем для ухи для чая брать с реки она кристальная прозрачность просто пожарим рыбу уху приготовим и будем дальше отдыхать здорово вообще кайф всем рекомендую такой отдых так эта коробочка для света фонари разные мне главное взять вот эту штуку светодиодную так и к ней удлинитель гиперовский взять сколько заряжен помощь гиперовский я возьму фонарь мало ли чё посвятить то в теремочке живет кто невысоком живет чистейшая вода я напиться ей не могу петрович набирает воды баню решил пойдем до в баню трое надо всеми благами пользоваться природы так у нас тут культур мультур трое что-то прибрался порядочек теперь вот и здесь у нас печка жара жесть ребята с просто петрович был здесь будет ночевать ну а я здесь здоровый свой спальник разложен как этот самый как одеяло одеяло раскладывается и нормально сейчас будем жарить харюса свежака раз поймал две штучки черныши и вот такие вот ох а завтра уху как бахнем а такая вот красота здесь река горная чистейшая вода набираем воду здесь что пить мыться будем сейчас баня избушка жарище там конечно петрович эти этих дров но сейчас еще подрублю чтобы запас был все-таки в чужое чужую избу приехали бурлит то как при ночью вкусная вода я при напиться не могу прям вообще зачем надо шикарно тоже харюс на и все поднимается или она приварена мой запах вообще пихтовый очень повезло что изба оказалась свободная не занята вот ну из-за того что скорее всего проехать сюда нереально на снегоходе сейчас вот поэтому мы вот здесь сегодня переночуем а вообще воролотке конечно можно было ну там не так конечно классно здесь сели приготовили пообщались поспали дровишки когда хрустят еще и в баню пойдем так мы стали поменьше хрюсков на уху завтра ночей шевелится черный вечерний вот этих сейчас пожарим у нас чем манка есть мука муха и муха на точно муки так терка я ликры взял мало ли вдруг икорочка будет друзья вот этот черныш который попался крайним смотрите с икрой хрюзова икра полноценная готовая к употреблению супер сейчас мы ее приготовим и на бутербродик утром это будет тема такая красота получилась вот эти крупные пожарим а эти завтра на уху и корочка на утро немножко но одевать пойдет завтра еще на лобе это салат будет с чем капусточка и зелень полезно и просто очень мы перед банькой решили перекусить кусочек сала и потом будем рыбу жарить будет основное блюдо дату на это желудок ваньку ночь слегка перекусим сейчас нам присолить повесим одежду здесь все подсохнет завтра в свеженьком в сухом пойдем опять рыбачить так ну что попаримся сейчас мы вот винич с тобой ну все условия вообще вот это рыбалка веник пихтовый запариваем на состоит немножко и будет ой запах то у нас веник уже дубовый до готов сейчас мы попаримся подножки постелили здесь камушки есть там с той стороны бак вдоль печки с кипятком хороший такой водой горячий такой рыбалки легко привыклась друзья это что-то чем-то запахи пихты дерево дров просто супер пойду еще петрович в проруби купается ужас так мы приступаем к приготовлению хариуса значит порезали по кусочкам вот и у нас сегодня будет мука необычная вот ржаная попробуем такой рецепт делать как обычно берем пакет это удобно как бы рыбу кинули помешали и все сейчас нам наша задача проперчить просолить здесь внутри дать немножко рыбки постоять и все муки валяем и можно жарить вот так вот я перемешал видите как хорошо равномерно распределилась и животики все все внутри вот маночкой как мы проверяем что масло нас готово маслом и много налили надо так хвостик прижимать прижать видите все нормально поэтому поехали погнали так у нас взята по это месяца в раз как раз по нашим подсчетам специального или спорта пока я нарезал чистую рыбу сделал такой салатик здесь всего лишь навсего капуста и лук очень полезный вкусный салат а вкуснота добавляется с помощью вот такой заправки это для чего на морковь а для корейском и корейском округа морковки морковки нет но блин очень вкусно получается вот тихоньку подходит харюс сейчас через пять минут будем переворачивать я уже говорила пора подрумянился это аппетит у зрителей холодильники победы и добавляем ячок все пять минут до готовы пространство между рыбкой заскочено немножко можем приступать так ну что ребята все на этот день закончился сегодня побурили походили пора и перекусить харюс готов запах стоит вот плюс салатик у нас есть здесь сало колбаска сырок вот чай сейчас приготовим термос заправим наверное на на завтра вот чтобы были бы завтра завтра . горячим а так что завтра продолжаем рыбачить искать харюса и отдыхать проверяем на готовность белоснежное мясо тут уничок любишь да 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 где я детям показал теперь мне не достают очень вкусно 陳иклайт дима правы цвет 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это вот и утро, холодное, снежное, даже приятно как-то в середине апреля окунуться опять в зиму белоснежную, не в городскую вот эту грязь, слякоть, из которой мы выехали. И прям вообще здорово. Сейчас завтракаем, умываемся там и поедем рыбачить опять по точкам, по обратном пути будем следовать. У нас причем там стоят удочки, сам потекайте, проверим, что там было. Так, вот такой вот у нас скромный завтрак, яичница с колбаской, да это? Ага, шпикачки. Ну и главное это икорочка с утра, с утра с маслом, а, класс. Друзья, какая же все-таки красота. А вот это вообще, пусть и грязи городской, побывать вот так вот, здорово вообще. Ладно, иду, кара-лодки, взял вещи, сейчас по рыбачу здесь у избы, рядышком. Так, ну что, привет, красавица. Задуло тебя слегка, но ничего, мы обметем. Главное, чтобы не пристыло. Но это, сейчас, быстренько. Нормально, шевелится. Отлично. Так, ну что, прибыл я на такие просторы. Короче, река широкая, но она вся мелкая. И вот здесь, после небольшой косы, есть углубление. Ну вот здесь, сейчас попробую порыбачить. Как обычно, ловить буду на безмотылку. Вчера, хорошо. Половила она. Крючки даже погнула чуть-чуть. Ну ладно. Опа, сразу сел. Сразу сел. Ух ты, ленок. Ну что, ребят, вот такое вот начало. И сразу клюет. Вот такой леночек. Рыба запрещенная в Красноярском крае, поэтому сразу отпускаем. Не тянем. Сразу же. Вот эта рыбалка. Просто на опускание. Пока настраивал катушку. Здесь важно настроить правильно, чтобы она при сильных ударах стравливала леску. И можно пальцем чуть придерживать. Позволяет это, как бы, уваживать даже крупную рыбу. Лунки я сильно не чище, чтобы свет сильно не проникал и не выдавал меня здесь в моё присутствие. И вот разбурил. Сейчас вот здесь пройдусь еще. О, поклёвка. Есть. Есть. Ох, малыш. Сначала так придавил, я не заметил. Еле-еле придавил сначала. Видимо, зоопарыша дёрнул. Ну, что-то прям худенький. Заглот прям. Смело. Беги. Красавчик. У меня аэролодка, в принципе, адаптирована для ночевки. То есть у меня, ну, у меня два варианта. Либо, если мы, допустим, втроем едем, то я сидение выкидываю, ну, вытаскиваю, оно снимается. И сюда закладывается пенка. Она у меня впереди в багажнике. Здесь в багажном отделении ездят. Вот. Либо у меня есть две раскладушки. Также в багажнике тут лежат. Кладутся четко вот здесь вот повдоль. И сидушку не надо вытаскивать. И тогда ложатся два человека. Вот. Первоначально у нас должно было поехать трое-три человека. Ну, вместе со мной. Вот. Я думал, выкину и будем троем спать. Вот. Потом в итоге вдвоем думаю, ну, ладно, то раскладушки постелим. И вообще норм. Но оказалось, все намного проще. Изба. Классный вариант. Так, сейчас запускаю, прогреваю. Петрович, он уже подходит. И поедем на другую точку. Эту здесь проверил. Ну, так себе. Хотелось бы лучше. Здесь все стандартно. Массу включил. Замок зажигания. От винта. Все, прогрев пошел. Торdeцер. Торды. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, друзья, проверили мы несколько мест, ну, где вчера пробовали. Ой, солнце какое. Ужас просто. И сейчас вернулись места, где я поставил свои самоподсекайки. Там сработало, сработало. Но вчера ветер такой был, поэтому особо надежды нет. Но я сейчас заряжу, и мало ли, вдруг получится что-то половить. Ну вот, сработавшая. Здесь заряжена. Здесь какая-то перевернутая непонятно. Ну, вообще, сейчас пойду проверять. Классно, лодка идет. Вчера был рыхлый, мягкий снег. А сегодня прям чуть даже, блин, наоборот, 3000. На 70 несется. Раз немножко уменьшаешь. Ладно, проверяем. Остановились мы вот на таком острове. Александр Петрович решил ухи приготовить нам из хрюсков. Сейчас я постараюсь поймать свеженьких. Солнце капец. Ну, а я также продолжаю ловить на чертик. Расставил вот эти вот поставушки самоподсекающиеся. Но сработав пока нет. Но проверим. Опа, есть. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. О, хорошенький, хорошенький. Трачь. Ну, вот, ребят, опять эта же точка, где вчера первого крупного поймал. Ну, там еще потом были поклевки. Вот на игру взял, а на просто стоячки не хочет. Смотрите, как плавник какой у него шикарнейший. А? Просто суперская рыба. Рыбу отпускаем. Друзья, не ловите больше, чем вам нужно. Цените ресурсы наши, нашей страны. И отпускайте рыбу, если вам она уже не особо нужна. Тогда и поймайте еще куски. Санкт-Петрович молодец, у него там и столик, и все. Все взял. Ну, когда собираешься, он сказал, так, Андрюха, я, ты за рыбу отвечаешь, я за еду. Я такой, ну все, понял. Ух ты, малыш. Вот я мормышку заменил. Ну, точнее, такую же поставил. Ух ты, как хорошо золотил. Сейчас я аккуратненько. Такую же мормышку поставил, чертик. Чтоб кивок не менять, он уже у меня адаптированный под этот вес. Килограммовый, полуторакилограммовый харьков, он на глюкокс, на четверку. В общем, встали мы на острове. Вот здесь что, хорошо, что дров хватит на год, наверное, если не больше. Вот, и, соответственно, с этой стороны река пошла, где мы рыбачим, здесь стечение поменьше. А тут вот прям плес открыты с той стороны острова. Вот, о, верба вон распустилась уже. Весна. Уха у нас из свежепойманного хариуса. Вот такой вот он. Вот надо головешечку немножечко засунуть. Головешку, да. Иначе это будет рыбный суп. Ой, хорошо. Ну все. Все с ними. Голову это любителям. Понятно, они бежабер. Сан Петрович любит голову. Я батя тоже любит голову. Хорошо с тобой жребий кидать не надо. Хе-хе-хе. Наваристая. И может погуще. Есть. Ой, харюс. Что, ребят, поехали, что ли? Так, ну что, покушали мы ухи. Блин, вообще шикарно. Мне ребята даже не верят, что вот здесь вот вчера была водища. Вот еще раз покажу кадры вчерашние, где просто все текло. Вот сегодня перемена погоды, холодно, ветер, снег. Вот. Я думаю, еще часок порыбачим. В принципе, мы природой и отдыхом насладились полна. Поклевки есть, рыбки поели, пожарили, ухи приготовили. Сейчас Петрович еще чай сделает в дорогу, потому что, что мы обратно сейчас пойдем. Театр в 40. Вот. И будем там подали погрузка в город. Короче. Вообще круто. Реальная дичь вообще. Там следы медведя видели вначале, потом косули бежали. Здесь прям дичайшая природа. Рябчики свистят, глухари летают. Главное, ловится классная рыба, вкусная. Хариус. Эхо-борьба. Ух. Ух ты, сидит. Ничего себе. Я думаю, что на дно не опускается. А вон сидит. Я поставил чертик поменьше. Потому что много холостых поклевок. И вот, оказывается, это, наверное, вот такой вот и дербанит. Вот и вон на живца ставить на таймине. Но мы таким не занимаемся. Мы не браконьеры. В это время, Петрович, чайник готовит. Ну, чай налить в тормоза, чтобы ехать потом в дороге. Останавливается, пить чаек. Вот, а я рыбачу. Есть. Есть. Вот он. Класс. Вот, поддергивают они. Но сразу же сходит. И, бить, некрупное такое. Но с равно, блин, на маленькой глубине. Поважать прям интересно. Сколько здесь глубина, я не знаю. Подо льдом 20 сантиметров. А клюет так просто. Кивок вниз. И все. Еще течение добавляет эмоции. Ух. У меня с собой всегда вот такой комплект. Вот здесь разные чертики. Раньше я брал большую коробку. Вот. Сейчас вот такую беру. И вот открытие этого сезона. Вот такие вот мушки. Как она? Мушка-мормышка. Муха-мормышка, по-моему, называется. Они вот у меня подписаны. Вот так вот я подписываю. Видите? 2,4 грамма, 2,6. Чтобы было, как бы, понимание. Есть маленькие вот такие вот. Линки хорошо на них клюют. Чертики вот. С такой вот этой скобочкой. Но здесь мушки иногда выручают, иногда нет. Иногда только мешают. Попа, есть. А, блин. Сначала первую поклевку я не поверил. Подержал чуть-чуть, придержал. Чик есть. Вот что-то в обед пошел это. Мелкий. Может, подловили крупного всего. Беги, расти. Таймени, только не попадайся. Класс все равно, блин. А, вообще. Супер орках. Баня. Уха. Жареный хариус. Прокатились на оролодке. Никого. Тишина вообще. Ни одной живой души за сутки. Ох. Супер просто. Просто супер. Вот эти поклевки дичайшие. На течение борьба. Ох. Ну и природа. Сыпается. Запах. Птички поют. Друзья, ну вот такое вот завершение этого сезона. Я думаю, очень даже успешно. Пускай по рыбе мы не поймали там 50 килограмм. И мы в этом и не нуждались. Свою норму мы поймали. Покушали, пожарили. Ухи сварили. Отдохнули. И банька была. И ночевка в избе. Эмоции, сопротивление, поклевки. Прям. Всем желаю вот так вот проводить время. Отдыхать на рыбалке. Это здорово. Ну, а мы поехали. Путь, дорогу дальнюю. Все. Всем хорошего летнего сезона. Пока. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует...